Библейский портал экзегет.ру представляет Иуда и Иаков среди самых распространенных в Иудее того времени. Можно считать, что автор послания Иакова здесь упомянут, поскольку она тоже входит в состав Нового Завета. И это, по-видимому, не уверенно точно, руководитель Иерусалимской общины, то есть один из самых первых христиан, но не апостол от 12, а, видимо, близкий родственник Иисуса. Кто-то из его братьев, брат Господень, как это называлось. Может быть, один из сыновей Иосифа от первого брака, может быть, еще какая-то степень близкого родства. Ну и вот здесь мы видим, как этот самый Иуда, в общем-то, о себе ничего не говоря, обращается к широкой аудитории и говорит практически то же самое, что и второе послание Петра. Это вторая с ним связанная проблема. Явно есть связь. Но какая? Как будто они вместе писали, каждый чуть по-своему. Как будто один написал, второй, глядя в это послание, сочинил свое почти дословными местами, цитируя. Мы об этом ничего не знаем. И еще одна интересная проблема, что послание Иуды ссылается на апокрифические тексты, не вошедшие в Библию, прежде всего на Вознесение Моисея и на книгу Еноха. Вот те книги, которые сегодня мы священными не считаем, но в древности они были довольно популярны. И получается, что вот у этого послания какой-то совершенно другой фон, нежели наш канонический Ветхий Завет. В общем-то, его мы здесь совсем не видим. Цитаты из пророков каких-то. Но вот это тоже некая форма древнего христианства, которая опирается на знакомые читателям, пусть и не канонические тексты, межзаветного периода между Ветхим и Новым Заветом, и которая что-то заимствует у какого-то другого текста, а что-то, может быть, наоборот, передает ему само. Главное, что это послание обращено ко всем христианам и говорит, в общем-то, об очень важной проблеме. Раздоров и лжеучителей было довольно много, и как к ним относиться, как отличить их от этих лжеучителей, от учителей настоящих. «Иуда, слуга Иисуса Христа и брат Иакова, приветствует тех, кого возлюбил Бог Отец, кого призвал и кого хранит Иисус Христос. Пусть будут среди вас изобильна милость, мир и любовь». Такое достаточно обычное приветствие для послания заодно этой благословения. «Возлюбленные, я хотел бы рассказать вам об общем для всех вас спасении, но теперь приходится писать вам, чтобы напомнить, твердо стойте за ту самую веру, которая раз и навсегда была дана святой общине верующих». То есть некогда говорить об абстрактных идеях, нужно спасать общину. «К вам проникли некие обманщики, которым давно уже вынесен приговор. Они нечестиво променяли благодать Бога нашего на распутство и отвергают единого владыку и Господа нашего Иисуса Христа». Вот кто эти люди, мы не знаем, но обращается вроде бы ко всем христианам, вряд ли конкретное общение, поскольку нет никаких описаний этой общины, но всех касается эта проблема. Проникли обманщики. И вместо того, чтобы спорить с ними, он рассказывает о том, насколько все серьезно. «Теперь напомню все, что вам уже отлично известно. Иисус спас свой народ из земли египетской, а те, кто не поверил ему, затем погубил». Это уже такое даже резкое утверждение, что, собственно говоря, из Египта вывел Иисус. «Даже ангелов, которые изменили своему служению и бросили свою обитель, ждет в последний день Великий суд, а до тех пор Бог содержит их в нерушимых оковах во тьме». Во втором послании к Петра говорилось об этом же самом. Скорее всего, речь идет о неких сынах Божьих, которые не сходили на землю и встречались с человеческими дочерьми. Это описано в шестой главе «Бытия», потому что там дальше упомянут «но», и здесь его нету. Но поскольку со вторым Петром такие переклички, то похоже, что это оно. «Примером также служат Содом и Гоморра с окрестными городами. Они охотно предались разврату и к тому же противоестественному. И за это на них пролился огонь вечной кары. Погруженные в сновидения, они точно так же оскверняют свои тела, отвергают всякую власть и поносят тех, кто достоин славы». Вот эти сами лжеучителя. И мы не знаем, о ком идет речь. О церковных руководителях. Вот эти достойные славы. Может быть, о гражданских властях. Или об ангелах, поскольку только что были ангелы упомянуты. Или вообще обо всех. Они поносят тех, кто выше них. И тут же даже архангел Михаил, «Когда спорил с дьяволом после смерти Моисея о его теле, не решался вынести обвинительного приговора, но сказал, пусть Господь запретит тебе». Такое неожиданное упоминание. Архангел спорит с сатаной, с дьяволом. Причем спорит о теле Моисея. Но Моисей умер на горе, а куда он поднялся, и могила его неизвестна. То есть можно верить, что оно было вознесено, это тело. Или там дьявол хотел его как-то по-другому им распорядиться. Это, конечно, вознесение Моисея, апокриф, который это подробно описывает. И вот здесь дается на него ссылка. Текст, который мы сегодня не читаем, и совершенно не читаем части священного писания. В древности он был популярен. Но важная идея во 2 Петра, она тоже есть, что ангел не торопится выносить суд. А эти люди, по контрасту, да, торопятся. А эти люди торопятся обвинять других, не разобравшись. Разбираются они лишь в том, что по природе объединяет их с бессловесными животными. И это служит им для разврата, гореем. Они пошли по пути брата убийцы Каина. Как прорицатель Валаама ищут наживы, ждет их гибель, как мятежника Короха. Здесь упомянуты 3 истории. Каин убитый, убийца Авера, своего брата. Валаам, прорицатель которого наняли, чтобы проклясть Израиль. Он, правда, этого не сделал, но большого труда это стоило. Вот там ангел, даже ослицы его отговаривали. И Короха, или Кори, в синодальном переводе, это руководитель мятежа против Моисея. И все, соответственно, они плохо кончили. Когда вы собираетесь на вечере любви, такие люди служат вам соблазном. Вечере любви, очевидно, то, что мы сегодня назвали Евхаристией. Такие люди служат вам соблазном. Хотипируют с вами, как пастыри, но лишь беззастенчиво насыщают себя самих. Они, как безводные облака, носимые ветрами, как осенние бесплодные деревья, вырванные с корнем, так и их ждет вторая смерть. Что вторая смерть, мы не знаем. Или как они вернулись к смерти. Видимо, идет речь про некую загробную участь, которая будет подобна смерти. Вот такое разрушение, уничтожение уже после смерти. Или как бурные морские волны, вспененные собственным бесстыдством, как блуждающие светила, им навеки уготована кромешная тьма. Ну, то есть, какие-то безосновательные люди, которых сегодня в одну сторону, завтра в другую бросают. Это их имел в виду пророк Енох в седьмом поколении от Адама. Ну, то есть, его родословие, оно семь поколений содержит от Адама. Когда говорил, «Пришел Господь с воинствами своих святых, чтобы судить всех, обличить каждого за нечестивые поступки, какие кто совершил, и за злословие, которым поносили его нечестивые грешники». Ну, а это цитата, соответственно, из книги Еноха. «Они недовольны всем мятежники, они следуют своим прихотям, говорят дерзко, ради выгоды льстят». А вы, возлюбленные, помните, что говорили прежде апостолы, Господа нашего Иисуса Христа. Они предупреждали, что в последние времена появятся наглецы, которые будут следовать своим нечестивым прихотям. Вот опять три источника Вознесения Моисея, книга Еноха и анонимная ссылка на апостолов без указания. Но все говорят одно и то же, что будут нечестивые лжеучителя. Такие люди сеют раздор, они движимы не духом, а порочными наклонностями собственной души. Интересно, что Иуда абсолютно ничего не говорит конкретно. Чему учили эти люди? Как отличить их от подлинных учителей? Предполагаю, может быть, что с этим они сами разберутся, что речь идет о какой-то уже известной группировке, о каком-то вот лжеучении, которые так все определили для себя. Но точно мы не знаем. А вы, возлюбленные, ищите опоры в святейшей вашей вере, молитесь при содействии Святого Духа, храните себя в любви Божьей, ожидайте, чтобы милость Господа нашего Иисуса Христа ввела вас однажды в жизнь вечную. Собственно, основание веры, которая хранит себя в любви Божьей, тоже одна из основных тем, особенно Иоанн ее любит, и милость Христа введет в жизнь вечную. А дальше практическое наставление, ведь есть учителя ложные, значит, есть и ученики этих учителей. К тем, кто колеблется, проявляйте милость, а других спасайте, как будто выхватывая из огня, относитесь к ним и с милостью, и с опаской. Даже одежда их может быть запятана греховным поведением, сторонитесь ее, как скверны. Ну и вот, соответственно, описание того, как относиться вот к этим людям, колеблющимся милостиво, а к тем, кого уже засосало это лжеучение, выдергивать их, ну как из огня, вот относиться к ним с такой осторожностью, чтобы не заразиться от них. Но есть и надежда на то, что все-таки Господь каким-то образом их убережет, но есть тот, кто может вас уберечь от падений, чтобы вы радостно предстали пред его славой, свободной от всякого порока. Единый Бог, он даровал нам спасение во Иисусе Христе Господе нашим. Прежде всех веков были с ним слава и величие, сила и могущество. С ним они ныне и во все века. Аминь. Вот такое необычное послание, необычное, потому что оно не обращается к конкретным общинам, к конкретным проблемам, а описывает нечто в целом, иносказательное, но которое, тем не менее, тоже вошло в Новый Завет, может быть, как еще одно напоминание, что очень разные люди, иногда мы не знаем даже, кто конкретно составляли этот корпус текстов, и, собственно, до сих пор он остается такой памятью о том, что ранние христиане очень разные между собой, в чем-то не совпадающие, но согласные в главном люди. Субтитры создавал DimaTorzok